очень важно присутствовать в жизни это то же самое что быть сознательным человеком это очень такое серьезное слово но слово присутствие оно нам поможет в этом размышлении сейчас это как синоним сперва я вам проведу вот одну ситуацию жизни которая покажет нам как я например понимаю слово сознание то есть человек без сознания который в аварию попал скажем что-то там пострадал в этой аварии лежит без сознания хотя он не умеет он живой еще мы осознаем что он физически он живой но он отсутствует то есть он не имеет никакого удела в том что происходит вокруг его то есть он не общается с другим нет с ним контакта и короче вот если люди так живут некоторые годами но это не жизнь некоторые говорят что лучше умирать чем так вот просто лежать в кровати без сознания и некоторые люди по жизни смотрите они становятся похожими то есть он вот здесь рядом с нами но скажем общается но если человек он мыслями где-то в другом а забочен чем-то другом а его нет с нами он как будто без сознания он не имеет контакта с нами это случалось вам например читать книгу и думать о чем-то другом и вы не помните что вы прочитали вот там на на странице о чем вы читали или вы пойдете там в кино не знаю хихармонию и вы озабочены своими проблемами вы думаете о другом вы слушали музыки она звучала уши записывали звук глаза видели то что происходит но вас там на самом деле не было бы ну не испытали вот этой этого удовольствия радости слушания музыки потому что вы отсутствовали и так бывает вы знаете в разных ситуациях человек он в жизни занимается чем-то а мыслями сердцем находится в другом месте человек работает думает о том что он будет делать вот в течение отпуска или на выходных когда он в отпуске он думает о рабочей и так постоянно происходит он кушает и думает о каких-то делах своих когда делами занимается он думает о том что он будет кушать и это немножко неправильно это так как будто жизнь человека который лежит без сознания на кровати это не жизни которые скажут это лучше умереть это не полноценная жизнь человек он не присутствует своей жизни в событиях своей жизни он физически находится здесь а вот мыслями и сердцем в другом месте и как это можно изменить чтобы жизнь была полноценной чтобы иметь контакт с тем что происходит вокруг нужно время от времени хотя бы задуматься об этом и например когда мы находим парке не думать о каких-то делах а вот попробовать созначно присутствовать в полной мере обычно мы дышим шаги я делаю смотрите топаю себе там дышу и глаза работают и в это происходит бессозначно то есть без моего удела я не все равно мозг записывает всю эту информацию это происходит без моего контроля но еще их мы хотим делать это сознательным образом то есть например я иду в парке и я то что вижу я присутствую я могу оценить все это то есть каждую деталь я наблюдаю и вижу когда дышу скажем глотаю воздух я чувствую его запах можно это делать сознательно можно идти и думать вот о том что чего я прикасаюсь нам на полу какой у меня там я иду посет exception скажем ясно наслаждаюсь тем что это песок наслаждаюсь тем что я прикасаюсь воды наслаждаюсь тем что прикасаюсь кращением и тогда ты можно присутствовать можно кушать обед чувствовать его вкус не думать о проблемах и умение присутствовать в жизни в данном моменте своей жизни, оно очень ценное. Это жизнь сознательного человека, это полноценная жизнь, это живой человек. Человек, который мыслями находится постоянно в другом месте, это как человек в такое безсознание на кровати. Немножко я, конечно, использовал, это называется в ораторском искусстве гиперболу, чтобы переувеличение для того, чтобы мы понимали, что это немножко болезненное состояние человека, когда он находится здесь, а думал, а мыслями, сердцем в другом месте. Это неполноценная жизнь. Такой человек, он не сможет испытывать такое удовлетворение, радостью в жизни. Естественно, мы планируем, и у нас есть переживания за будущее и так далее, но мы должны включать вот это присутствие. ты в хель-хармонии, слушай музыки, анализируй каждый звук, думай о том, как ты себя чувствуешь в данном моменте, как это влияет на тебе. Смотришь кино, попробуй увидеть, как играют актеры. О чем сюжет? Кушаешь? Кушай с удовольствием, каждый глоток воздуха. Попробуй, если ты на природе и тебе цель наслаждаться природой, смотри, слушай, чувствуй вкус, прикосновение растений. Пусть это длится час, когда ты гуляешь. Потому что я замечу, мы тоже, я гуляю собакой, и некоторые выгуливают собаку. Они идут просто, чтобы собака покакала, пописала, погулала физически. И их цель прогулки, это выгуливать собаку. Но человек, он в это время может думать о всех своих проблемах. Но я сейчас понял, что когда я выгуливаю собаку, на самом деле я иду на прогулку, я иду прикоснуться к природе. Это мое тоже время. Параллельно собака тоже гуляет, да. Но я решил наслаждаться, быть, но присутствовать, если у меня есть такая возможность и даже обязанность иногда. Все равно я могу этим временем наслаждаться. И мы тоже обязаны кушать, чтобы не умереть. Но с другой стороны, мы уже наслаждаться каждым, каждым блюдом, тем, что у нас есть. Пусть это повторяется иногда, и мы знаем вкус яичницы, но все равно она всегда интересна. И картошка жарена всегда будет нам нравиться. Мои друзья, присутствовать, это сознательная жизнь, это полноценная жизнь. Это на самом деле очень важно учиться это делать. Вкусной жизни желаю.